МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как убивают Волгу, чем грозит обмеление Великой реки? Не компьютерная игра и не боевик, как служат наши бойцы на передовой. Ситуация со школами и какие проблемы решаются в авральном режиме. Августовский пиццовет, главные акценты. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «Семь дней» в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. За лето 23-го года выпало всего 67 миллиметров осадков. Снижается уровень воды, соответственно, увеличивается концентрация загрязняющих веществ. Кладбище кораблей, погибающая флора и фауна. Чем больна Волга? Почему я тут оказался в суде? Потому что я фигура заметная. Признать Чуглова Михаила Юрьевича 15 февраля 1962 года рождения виновным. Виновен в разжигании ненависти и вражды. Доценток Нитукаи Михаила Чуглова арестовали на 12 суток. Что стоит за приговором? Нужно много работать, тренироваться, постоянно работать и быть готовыми к стартам. Наши представители стендовой стрельбы завоевали 32 медали, в том числе 11 золотых. Победная поступь, татарстанские стрелки и россыпь медалей, кого честовали в Казанском Кремле. Сказала мать, бывает все сынок, быть может ты устанешь от дорог, когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Была такая замечательная песня Марка Фрадкина на стихи Льва Ашанина. Очень красиво ее пела Людмила Зыкина. Но той Волги, о которой поется в этой песне, больше нет. Сейчас она звучала бы по-другому, где-то вот так. Сказала мать, бывает все сынок, быть может ты устанешь от дорог, когда придешь домой в конце пути. Не вздумай в Волгу, сыночка, зайти. Это вредно для здоровья. Не смешно, но верно, потому что Волги, как реки, больше нет. Есть большое, грязное, зеленовато-буруе озеро, которое варварским к ней отношениям превратили в сточную канаву. Мою любимую великую реку ежегодно насилуют ответственные лица, отвечающие у нас за водные ресурсы. И мое сердце обливается кровью, когда я каждый день выхожу на берег и вижу, что ей становится только хуже. Диляра Юсупова посетила Волжские берега и прошлась пешком там, где недавно ходили корабли. Камское море – одно из любимых мест, отдыхающих в Татарстане. То, как выглядит этот пляж сейчас, даже рассказывать не нужно, потому что это видно невооруженным глазом. Вы видите сами эту границу между сухой территорией и той частью, которая когда-то была заполнена водой. Насколько обмелелая река не только в длину, но и в глубину мы даже, наверное, не сможем измерить шагами. Это примерно 50 метров. Лиза, ты заметила то, что вода ушла, Вера? Да. Заметила? Рома? Я сам увидел. Вот. Получается, что да, воды было больше, вот если буйки посмотреть, до буйков была вода. И сегодня я проснулся, я рано встал где-то, наверное, в 5 утра, и смотрю, ну воды нет. И штиль, вообще штиль. Вот смотрите, как вода ушла. То есть она не только в длину ушла, но и в глубину ушла. Это же получается, что и рыба пропадает, тоже ее меньше становится. То есть это тоже может стать какой-то проблемой. В этом году очень сильно ушла. Как бы ее нету сейчас, да, вот там на глаза прямо уходит вода. Ну, это очень плохо, конечно, но с другой стороны, это нам не мешает ничего. Другой берег не видно пока, и ладно. Реальность, где будет виден другой берег, быть может, пока и не реальность. Пока. Привычный городской пейзаж с раскинувшейся рекой теперь напоминает испещренное лужами поле. По берегам теперь гоняют на колеса. Глубина здесь не больше, чем в луже. Летние пляжи и вовсе не узнать. Люди купаются, но будто на берегу по дну можно ходить пешком. Вот это сине-зеленые водоросли. Вот это как раз при антропогенном эфтрофировании, то, что мы с вами наблюдаем, это сине-зеленые водоросли. А вот это зеленые водоросли, кляда уфора, которые тоже, кстати, вот это тоже показатель антропогенного эфтрофирования. То есть и то, и другое это показатель эфтрофирования. Вот это вот сейчас просто прибило сюда, а часть, вот видите, в растворенном состоянии тоже зеленый, синий, зеленый. Ну, вот это очень хороший показатель. Это говорит о том, что здесь имеет место увеличение концентрации биогенных веществ, которые приводят вот к процессу цветения. Характерный цвет – неоновый зеленый, переходящий в синий, по всему берегу. Это тоже последствия обмеления. Мы все дальше отходим от суши, но так и не попадаем на глубину, а все больше прогуливаемся по островкам. Дети даже успели выстроить песчаные конструкции, а нам навстречу попадаются такие же, ходящие по воде. Чудеса, да и только. В белом венчике из рост идет, бредет Иисус Христос. Вот это прекрасные очистители, да, вот эти... Вот это молодая беззубка, а это вот взрослая драйсена. Они очень ценные в плане самоочищения, потому что каждый из этих организмов чистит 2 литра воды в сутки. Будучи живым. Одна из причин – жаркое лето. Обмеление было всегда, но теперь оно сместилось на месяц назад. Сам август подобен июлю в этом году. В условиях засухи страдают рыбы и моллюски. Лещ, судак, щука могут погибнуть. Похожая ситуация наблюдалась в 2017 году. Велик риск и для будущего потомства. При низком уровне рыбе просто негде будет метать икру. За лето 2023 года выпало всего 67 мм осадков. В то время как в норме это количество должно быть около 180 мм. Стоит отметить также, что в этом году, несмотря на то, что снега было в количестве близком к норме, однако лето в этом году пришло несколько раньше, и лето было действительно аномально тёплым, что способствовало интенсивному испарению. Таким образом, это также сказалось и на стоке воды в реке. Лодочные станции теперь больше напоминают кладбище кораблей. Где-то маленькие лодки лежат на боку. Уровень воды в реке понизился примерно на 2 метра. Передвигаться на судах можно. Яхтсмены продолжают выходить на большую воду и тренироваться, но с обмелением появились свои нюансы. Вот эта неприятность заключается в том, что мало мы находимся на воде, у нас ещё лодки приходится поднимать. И, соответственно, низкий уровень воды уже не позволяет либо стоять в тех маринах, которые уже есть в пьякубе, не все позволяют по глубинам оставаться в настоящее время на месте. И поэтому кто-то уже начинает подъём. То есть то, что мы делали где-то в конце сентября, вот сейчас мы делаем в конце августа. Вот здесь вода подходит весной до границ вот этих кустов. А здесь вот уже, смотрите, люди, дети по колено в воде. Чуть-чуть не посередине данного пролива. Но только ли жаркое лето всему виной? Конечно, жара не может полностью высушить Волгу. Однако с лёгкостью может это сделать с маленькими речушками, которые впадают в Казанку, а затем и в главную водную артерию страны. Что происходит на самом деле? Происходит не обмеление Волги, а снижение уровня Куйбышевского водохранилища. От проектной отметки, которая при создании водохранилища была 53 абсолютных метра, а сейчас 51. Уровень воды Волги напрямую зависит от водоместилища, поскольку она находится в подпоре. В настоящее время расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища составляют 5000 кубических метров в секунду, при этом приток составляет 4000 кубических метров в секунду. Из-за этой разницы происходит снижение уровня водохранилища порядка 1,5-2 сантиметра в сутки. Большие объёмы воды необходимы в Астраханской области, но каковы объёмы и как часто? Режим работы Куйбышевского водохранилища устанавливается Росвод ресурсами. Министерство экологии Татарстана уже бьёт тревогу. Воду, конечно, сливают всегда, но вопрос, до какого уровня. Пока это не критическая отметка по ГОСТу, но критическая для экосистемы. А есть ещё такое понятие, как форсированный подпорный уровень и уровень мёртвого объёма. Вот уровень мёртвого объёма – это то, ниже чего спускать нельзя, это 49 метров. Поэтому вот с этой точки зрения это не критично, с этой точки зрения. А вот с точки зрения состояния, экосистемы, качества воды, то, конечно, это приводит к определённому роду ухудшению. То есть когда снижается концентрация воды, соответственно, снижается уровень воды, соответственно, увеличивается концентрация загрязняющих веществ. Сейчас площадь высохшей территории измеряется сотнями гектаров. Чтобы сохранить в республике уровень Волги на прежней отметке, в сентябре на совещании межведомственные рабочие группы рассмотрят предложение экологов Татарстана – сократить расходы до 4000 кубометров. Предложение поддержали другие регионы, граничащие с водохранилищем. Однако решения принято пока не было. Пока же учёным остаётся внимательно следить за Куйбышевским водохранилищем и надеяться на снежную зиму. Если же осадков будет мало, то на возрождение волжской экосистемы может понадобиться не один год. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Нам, безусловно, кардинально нужно поменять отношения к проблемам экологии. Но не только природы, но и экологии человека. На этой неделе Вакитовский районный суд Казани признал виновным в разжигании ненависти и вражды доцента к нету КАИ Михаила Щеглова и вынес ему суровое наказание – арест на 12 суток. В чём фабула дела? По версии следствий, Михаил Щеглов сам изготовил и разместил на платформе YouTube ролик «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске», где бездоказательно утверждается, что Свияжскую образовательную школу якобы отдают туркам. Абсолютная ложь и неправда, созданная только с одной целью – посеять в людях сомнения, разжечь в них ненависть и злость, вбить клин между православными и мусульманами. Я посмотрел это лживое творение господина Щеглова. Слушайте, ну не понимаю, ну как такое можно делать? Один из героев ролика, некий местный житель Игнатьев, даже заявил, что знает, чем турки будут заниматься в этой школе. У них оказывается огромный опыт воспитания воинов-янычар из православных детей, которых насильно забирали из семей. Представляете, где янычары и где Свияжск? Как такое можно нести в трезвом уме и доброй памяти? Воистину, чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее люди верят. И это, конечно, очень и очень опасно, особенно в наше время. Почитал комментарии к этому лживому ролику Щеглова, а там уже грязь, взаимные оскорбления, религиозная нетерпимость. Отравленные зерна уже дали свои ядовитые всходы. Наши враги, наверное, радостно потирают руки и приговаривают, «Зер гуд, Минхер Щеглов, вы хорошо поработали на ослабление России против вашего главного оружия, межнационального мира и согласия. Мы вам пришлем коробку печенья». И я нисколько не преувеличиваю. Наш корреспондент Тимур Бекмурзин был в зале суда. Перед началом судебного заседания Михаил Щеглов не выглядел ни подавленным, ни растерянным и ни от таких судов отбивался, говорил он кому-то из группы поддержки, так, чтобы и журналистам было слышно. Уверенным шагом вместе с адвокатом проследовал в зал. Отбиваться доцент кафедры автоматики и управления КНИТУКАИ намеревался всеми возможными способами. Для начала адвокат Щеглова, Олег Семовский, сходу заявил в суду два ходатайства о переносе рассмотрения дела с целью более качественной подготовки к нему и о проведении повторной лингвистической экспертизы за пределами Татарстана. В обоих случаях защите были отказаны. Вот тут Михаил Юрьевич слегка приуныл. Разбираться по существу дела, видимо, не входило в его планы. Поэтому Щеглов заявил об абсурдности обвинений как таковых, предвзятости следователей прокуратуры и вообще объяснил происходящее некими происками сильных мира сего против него лично. Как крупного общественного деятеля, патриота, а не какого-нибудь рядового гражданина России. Если бы здесь был бы в суде, я там не знаю, дворник или там рядовой профессор, даже кто угодно. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Почему я тут оказался в суде? Потому что я фигура заметная, как общественный деятель. Ну и я, как сказать, ну, может человек фактурный, что ли. Сказать там могу два слова. Видимо, к сожалению, для Щеглова рассмотрение дела пошло не по пути. Состязание в Красноречии о стороне обвинений буднично, даже немного скучно, зачитало суть претензий к обвиняемому. В ролике, размещенном в открытом доступе, высказываниях Щеглова и других участников видео, есть косвенные признаки возбуждения ненависти, либо вражды по национальному и даже религиозному признаку. Что согласно статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях, влечет наказание как минимум в виде штрафа, что предложила сторона обвинения, либо ареста до 15 суток. Данное административное правонарушение считаю серьезным, так как возбуждение, действие направлено на возбуждение ненависти, либо вражды, а также унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам полу-расы и национальности. Имеется экспертиза, да, с которой мы также согласны. И более того, суд дал оценку и экспертизе, и материалам собранным. Так что оснований не доверять этой экспертизе не имеется. Дело считаю абсолютно заказным, кто заказчик не знает. Отбивался Михаил Юрьевич от этих обвинений как мог. Для начала экспертизу назвал туфтой, специалиста-лингвиста непрофессиональным. Самое удивительное, что основанием для изготовления ролика стал не фактический инфоповод, а обычный непроверенный слух. Можно сказать фейк. Этот факт ни Щеглов, ни его адвокат отрицать уже не смогли. Поэтому заявили, ролик изготовил и разместил не сам Михаил Щеглов, а какие-то посторонние, незнакомые ему люди. Соответственно, и ответственность на них. Продаете, миленький мой, да? Неподкупная моя! Вовремя предать это не предать, это предвидеть! Сторона обвинения не согласилась. Каким образом, в правом случае считаешь, что действие Михаила Юрьевича Щеглова усматривает состав административного правонарушения? Присмотрим статья 20.3.1. Коды правонарушения. Судья доводы сторон внимательно выслушал. Знаю, что на меня объявлена охота. И вынес вердикт. Признать Щеглова Михаила Юрьевича 15 февраля 1962 года рождения виновным в совершении административного правонарушения предусмотрен статьей 20.3.1. Кодекса расширения административных правонарушений и назначенному наказанию в виде административного ареста сроком на 12 суток с содержанием его специального приемника ВВД МВД Республики Тарстан. Срок административного ареста и читается с момента оглашения настоящего постановления, то есть с 9 часов 40 минут 15 августа 2023 года. Обжаловать будете? Ну, конечно. Михаил Щеглов свой арест действительно обжаловал, однако решение в Акитовском суда осталось без изменений. Наказание суровое, но думаю, это будет, скажем, предупреждением для других людей, чтобы они не совершали административного правонарушения. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, 7 дней. Я хоть и не сторонник посадок, но считаю приговор гражданину Щеглову абсолютно справедливым. В самые трудные для страны времена он всегда искал и находил повод для провокационных заявлений. Вспомним, даже во времена смертоносной пандемии коронавируса он назвал временный запрет на посещение культовых сооружений гонениями на православных и богоборчеством в центре православной России. Хотя одновременно были введены ограничения и на посещение мечетей. Но сущность гражданина Щеглова как опасного националиста и провокатора проявлялись не только в этом. В своих выступлениях за пределами Татарстана на площадках националистов-реваншистов он часто разлагольствовал про упразднение республик, отмену федеративного устройства нашей страны и возвращение монархии. Он не скрывает своей дружбы с современными черносотенцами. И, кстати, неоднократно в своих выступлениях признавал, что за его речи могут и посадить. Как говорится, сам себе напророчил. Покажем вам еще раз истинное лицо националиста и провокатора. Мой сюжет вышел уже давно, но не потерял актуальность. Уважаемые сограждане, всех вас поздравляю с Днем Родных Языков. Поздравляю как татар, так и русских с нашими родными языками. Головной убор на мне – это дань уважения соседскому татарскому народу, традиционной, его традициям. Это домашний образ Михаила Щеглова пятилетней давности. Не правда ли? Симпатичный, толерантный дядька, одел тюбетейку, говорит правильные слова о поддержке возрождения татарского языка и требовании сделать и русский, и заик родным. Но вот тот же Михаил Щеглов еще в 2012 году пытается организовать националистический русский марш в Казани. За организацию несанкционированного шествия его забирает полиция. Очень трудно увидеть истинное лицо этого человека. Он мимикрирует, меняется, переобувается на ходу. Хорошо, что интернет хранит все. Вот еще одно программное выступление, с которого многое стало проясняться. Национальное освободительное движение выступило с хорошей инициативой, сбой подписей, под коллективным обращением, с требованием установить независимость нашего государства, который, как известно, живет пока в условиях оккупационной конституции 1993 года. Находясь, по всей видимости, в студенческой аудитории государственного образовательного учреждения, Михаил Щеглов заявляет, что действующая конституция Российской Федерации – это оккупационная конституция. Сначала мы подумали, что это эмоциональная оговорка. Ничего подобного. Этот тезис господин Щеглов повторяет в разных интерпретациях, в своих статьях, опубликованных на разных интернет-ресурсах. Щеглов в своих опусах регулярно ставит вопрос об изменении конституционного строя России. Так и пишет. Необходимо еще один серьезный вопрос поднять, касающийся национально-государственного устройства России. А так ли на самом деле нужны нерусским народам России титульные регионы? Ну давайте поставим вопрос принципиально. Насколько остро народам России необходимы элементы государственности и определенные, закрепленные за ними регионы? Кроме национал-амбиций и возможностей узкому кругу семей оказаться, как говорят, в шоколаде. Итак, национальные республики народам России нужны только для удовлетворения национал-амбиций. Господин Щеглов утверждает, что республики в составе России это мина замедленного действия. И вот так он выступает за пределами Татарстана. Друзья, фактом является то, что мы живем в условиях политического устройства Российской Федерации по конституции. Вот. И в частности в ней прописана такая вещь. Республики! Скобка! Государства! Понимаете? В Российской Федерации. И когда все это поменяется, неизвестно. Путин недавно был в Казани, вы, наверное, видели. Так-то он во всем обласкал руководство существующее. И как бы благословил на дальнейшую работу в том же ключе, в котором, ну, знаете, что там международные мероприятия права, это тоже говорит о определенном благоприятном режиме. Более благоприятный режим только, может быть, в Чечне, финансовой поддержки федералов. Ну, вот в Дагестане, когда поменялось, надеялись, что и тут тоже. Вспомните образ Михаила Щеглова в тюбетейке в начале нашего сюжета и сравните с тем, что вы увидели сейчас. Вот такое истинное лицо друга, в кавычках, татарского народа, которого не устраивает и современный статус Татарстана, и других национальных республик, и международные мероприятия, которые здесь проходят, и позиции руководства России по отношению к республике. Михаил Щеглов надеялся, что у нас будет как в Дагестане. Понятно, на что он надеялся. Что же предлагает господин Щеглов в качестве решения поставленных вопросов о необходимости национальных образований в России? Есть национальная культурная автономия. Никто не запрещал этот инструмент сохранения национальной самогутности. У Татарстана есть федеральная, и три Татарстана в Тюменской области или где-то собрались, учредили в деревне свою национальную культурную автономию, в деревне там такой-то, обязаны администрация давать им деньги на сохранение языка, культуры, обчак-чак, обеспечивать, угостить там соседей. Получается, де-факто, на самом деле, республика, как форма разделения по регионам, стала инструментом для обогащения. Тенденции, я не знаю еще, когда произойдет укрупнение регионов, может быть, мы будем надеяться. Но в республике Татарстан русские – это форпост, наше, как сказать, наше единство, кстати, во всех республиках. Эти слова, конечно, чистый, вульгарный национализм. Что он говорит? Уму непостижимо. Русские – это форпост в собственной стране. Республики – средство для обогащения. Мы будем надеяться, что произойдет укрупнение регионов. Готовьте чак-чак, в своих культурно-национальных автономиях, несется с высокой трибуны этого сборища. Но это еще не все. Михаил Щеглов является убежденным противником базовых ценностей демократии и гражданского общества, закрепленных в Российской Конституции. Вот что он пишет в статье «Крах идеи демократии и построения гражданского общества в России». Я уже анализировал, пишет Михаил Щеглов, действующую Конституцию России 1993 года. Закрепленные в ней базовые ценности демократии и гражданского общества, о социальной справедливости, которые превратились в посмешище. Что же делать? Ответ прост. Менять страну, менять базовые ориентиры. И делать это теперь, очевидно, необходимо сверху. Что же нам хочет предложить господин Щеглов вместо демократии и гражданского общества? Кто это сверху поменяет страну? Послушайте. Он говорит это, я надеюсь, в твердом уме и доброй памяти. Ну, понимаете, друзья, по щелчку пальца не отменится демократия, те, которые прописаны в Конституции. Не отменится нынешнее федеральное устройство России. Другой призывы к иному караются по закону, уголовное. Что остается? Остается только молиться. Да, и монарх не появится у нас. Да, и монарх не появится у нас. Маски сброшены. Вот оно, истинное лицо националиста Щеглова, сочувствующего идеологии современных черносотинцев, выступающего за изменение федеративного устройства страны, а значит, и упразднение национальных республик. Отмена всех существующих демократических институтов, вопрошающего о восстановлении монархии. Теперь понятно, что борьба против равного статуса русского и татарского языков школы в республике, которую неформально возглавляет Михаил Щеглов, это всего лишь малая часть далеко идущих планов. Ведь он ни много ни мало ставит вопросы по изменению конституционного строя России. И, к сожалению, Михаил Юрьевич не одинок. Что же делать с такими реакционными деятелями? Не кажется ли вам, что в их действиях и словах имеются признаки разжигания национальной розни между людьми, расшатывания фундамента национального и многоконфессионального мира в республике Татарстан и в стране в целом, покушение на основы конституционного строя? Вы знаете, а ответ дал сам Михаил Щеглов. Вы понимаете, друзья, по щелчку пальца не отменятся демократии, которые прописаны в конституции, не отменится нынешнее федеральное устройство России. Призывы к иному караются по закону, уголовно педалировать. Можно внутри, среди своих, а вот на публике начнешь, тебя и посадить могут за это. Как тут не согласиться с выступающим? Могут остановить, но не останавливают. Могут и посадить, но не сажают. Почему? Наверное, потому что демократия. Или, перефразирую классика, закончим словами. Если в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране ведут свою деятельность и спокойно себя чувствуют такие люди, как Михаил Щеглов, значит, это кому-нибудь нужно. И в завершении темы. То самое печально известное в узких кругах родительское сообщество Татарстана, Рост, опубликовало у себя в паблике сообщение пресс-кабинета, где есть такие слова, цитирую, «Навести ли нашего русского арестанта, пострадавшего за мир, покой и привычный уклад жителей остров Града Свияжска? Далее призывы о поддержке и помощи». Не буду даже комментировать, какой покой в кавычках хотел принести разжигатель ненависти и вражды гражданин Щеглов на святой остров Свияжск. Мы просто получили еще одно подтверждение тесной связи этого родительского сообщества, по крайней мере, его администраторов, с разжигателем ненависти и вражды в нашей республике. А выводы пусть делают соответствующие структуры. Продолжаем программу «Семь дней». Пока Щеглов и Ижи с ними пытаются изнутри расколоть межнациональные и межконфессиональные согласия в нашей республике, наши ребята, русские, татары, православные, мусульмане, плечом к плечу защищают свою родину на Донбассе в рамках специальной военной операции. Для них понятие дружба, взаимопонимание, поддержка и братство – не пустые слова. Очередной репортаж с передовой Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. О людях, находящихся в боевых условиях, которым нужен крепкий и надежный тыл. Километров по 500 в день по военным дорогам, которые чаще всего после обстрелов, с небольшими, но воронками, которые сильно на скорость влияют. Нельзя сойти с обочины, опасно для жизни. Сельхозтехника не может выйти в поле, потому что отступающие оставили там смертельные сюрпризы. Водителю этого трактора повезло. Мина разорвалась под передними колесами, осколки не достали. И стоит он теперь назиданием. Не стоит сходить с проверенной дороги. Ждет, когда доберутся до него саперы, среди которых, возможно, будут татарстанцы. Татарстанский флаг можно встретить практически в любом уголке новых территорий России. Сейчас мы находимся на угледарском направлении Донецкой Республики, и мы в гостях у наших мобилизованных. Местные? Ну, они с удивлением такого. Это что за флаг такой-то? Говорят, что Татарстан. Большинство даже не знает, где Татарстан находится. Они думают, что это отдельное государство. Мобилизованный с позывным «Бобер» из поселка Джалиль Сармановского района Татарстана служит в комендантском батальоне. Его задача – досматривать машины и людей на блокпосту. Часто приходится общаться с местными жителями. Думаю, процентов 70, наверное, склоняется в нашу сторону. Ну, в сторону перехода к Российской Федерации. Ну, а те, кто уже был против, они изначально уже покинули эти места, скажем так. Первый раз, наверное, когда пришел, все эти первые прилеты? Первый раз уж, ну да. С непривычки. Страшновато было. Сейчас свист продолжился, дальше полетел, и ладно. Ну, тоже бдительность не теряем. Рядом и бойцы невидимого фронта. Они и тут же в блиндаже, и на расстоянии управляют дронами, осматривают местность. Их лица видеть не должны. У них задача наблюдения и выявления противника, его позиций и передвижений. Для чего мы нужны здесь? Ну, банально прозвучит, во-первых, ну, как бы, родина позвала. Второй момент – это помощь своим ребятам, которые здесь находятся. То есть, есть понятие братства у нас. То есть, да, как бы, то есть, война же, она идет, как у нас говорили, еще во времена срочной службы. Когда ты воюешь, ты воюешь не только за родину и семью, ты еще воюешь за каждого, который один с тобой во время боя. АРС из набережных Челнов. На гражданке – предприниматель. После объявления частичной мобилизации не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат. Тут же не важно, кто чем занимался до войны, до службы. То есть, это абсолютно не важно, кто занимал какое сословие, скажем так, вот, и какую профессию. Здесь мы все теперь едины. Здесь мы все делаем одну работу. Просто это становится образом жизни в процессе. Ты понимаешь, что вот... Есть категория людей, которые вечно себя мучают вопросами, когда это все закончится и когда же вернемся домой. Если постоянно так рассуждать, можно потихонечку сойти с ума. То есть, ты либо принимаешь то, что это все, это твоя жизнь, теперь она такая, теперь ты так живешь. Тех, кто сбежал, спрятался от мобилизации, можно сказать, не осуждает. Здесь, говорит, нужны только те, кто понимает, для чего он здесь. Толку нет от человека здесь, который не хочет здесь находиться, условно. То есть, он будет всячески пытаться отлынивать от каких-то задач. Нас позвала Родина. Мы здесь нужны. Если они считают, что они здесь нужны, и то, что они могут с этим справиться морально и физически, добро пожаловать. Если как бы нет, ну, даже не суетесь. Это дело каждого, и каждый должен осознанно принять этот выбор. Потому что нужно отдавать себе отчет, что это не компьютерная игра, это не боевик по телевизору. Это реальная жизнь, и здесь можно реальной жизни лишиться. Надо взвешивать конкретно все за и против, и подходить к этому с умом. Боец с позывным «Бес» из Нижнекамска. Работал слесарем на заводе. Тоже не стал дожидаться повестки, сам за ней пришел. Это работу, которую тоже должен кто-то выполнять. Прекрасно понимаем, что не все сюда хотели, что повестка и мобилизация вещь такая, выдернули людей из дома. Но кто-то должен это делать. Если никто не будет, и все будут прятаться, то где мы все окажемся? Вот так в нужный момент встать и пойти, что-то, какую-то работу сделать, это как бы у меня, это получается машинально. То есть, как бы, там ты получаешь такой адреналин, то есть, как бы, ни о чем не думая, просто вот надо сделать, взять, пойти, сделать, вот и все. Бывают, конечно, такие, ну, нюансы, когда становится немного страшнее, чем обычно. Но поглощаешь как-то с собой, потому что с тобой твои же братья, которым также нужно довериться тебе. За себя уже меньше переживаешь, больше за товарищей, как бы, ну, за семью. Можно вот сказать, почему мы победим? Правда у нас, потому что есть. Это крохотная правда, которую не покажешь по телевизору. Это простота, которая в каждом человеке здесь есть. И всегда рады любой весточке с малой родины. Тем более таким подарком, как, например, квадрокоптеры, с помощью которых ведется не только разведка позиций противника и охрана своих позиций. Когда-то с той стороны прилетало их больше. Теперь освоили тактику противника и тоже отправляют дроны непросто для наблюдения. Ответный ход тоже может быть быстрым, потому используются и другие гостинцы с родной земли. Антидроновые ружья. Один такой ствол спасает жизни десятков людей. Работает как дронов-камикадзе, так и против дронов-разведчиков. Потерян сигнал с плитом. Это у нас отработало дроновое ружье. Там снижается, видно, видно, видно. Прям кубер. Хотел бы передать привет Нижнеканскому химико-технологическому институту. Я в отпуске восстановился. В скором времени, дай бог, поеду снова в отпуск, буду закрывать сессию. Без болдарабус, что еще по-нашему скажешь. Не упоминайте лихом всем, вот тут все у нас хорошо. По гуманитарной помощи достаточно много приходит из Татарстана. Очень приятно. Также вот вышли к нам заехали. Никто об этом не знал. Вот тут как-то тоже с людьми поговорить, с гражданки. И тоже не с пустыми руками. В летнем лагере в Татарстане писали письма бойцам дети. Еще только-только писать научившиеся. Потому с ошибками. Но дело, видимо, главное не в ошибках, да, не в грамотности, а в чувствах. Передаем вот эти вот письма от 146-го лицея Казанского. Я слышал, что все-таки бойцам это очень нужно, важно. Насколько вот читаете вы их? Да, читают. Огромное спасибо детям за вашу поддержку. Это больше не материально, то есть как бы не продуктами помощь, а именно морально еще. То есть это... Начинаешь чувствовать только здесь. О тебе не забывают там. Вот это все морально, очень дух очень сильно понимает. Хочу пожелать всем татарстанцам мирного неба над головой и огромный привет передать всему Сармановскому району и своим родителям, и друзьям. Ребятам привет, которые здесь, которые увидят. Держитесь, братья, мы справимся. Победа будет наша. Зуфар Тавлешин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. Семь дней. Донецкая Народная Республика. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Нужно много работать, тренироваться, постоянно работать и быть готовыми к стартам. Наши представители стендовой стрельбы завоевали 32 медали, в том числе один золотой. Победная поступь, татарстанские стрелки и россыпь медалей, кого честовали в Казанском Кремле. Рустам Миниханов в Казани посетил производственные площади группы компании «Эйдос». Здесь производят высокотехнологичное медицинское симуляционное оборудование, а также экспресс-тесты для выявления инфекций. В Москве прошел масштабный международный военно-технический форум «Армия-2023». Его называют крупнейшим мировым смотром инноваций и технологий военного назначения. Свою продукцию здесь представили более полторы тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе и с Татарстана. Рустам Миниханов встретился с министром просвещения России. Сергей Кравцов находился в Казани с рабочей поездкой. На встрече с РАИСМ в республике обсуждали вопросы развития системы образования, совершенствования работы учреждений, подготовки квалифицированных кадров. Казань примет очередное крупное международное событие. Первый российско-китайский форум «Арстки» пройдет в столице республики в сентябре. В Доме правительства обсудили подготовку. Заседание провел глава оргкомитета Алексей Писошин. Участие приняли Рустам Миниханов, генконсул КНР в Казани господин Сян Бо. Республика имеет большой опыт работы с китайскими провинциями и выступает как площадка и основной организатор форума. Рустам Миниханов вручил ключи от новых машин районным управлением образования. В города и деревни разъедутся 49 автомобилей «Лада Веста». Раиса Тарстана передал символический ключ главе Минобра Ильсуру Ходиулину. В республике продолжается реализация проекта «Сквозной инвестиционный поток» при участии Минэкономики России и Росатома. Его промежуточные результаты обсудили на совместном свидании Кабмина и Координационного совета по пилотному проекту «Эффективный регион» в Татарстане. Рустам Миниханов с рабочим визитом находился в Ульяновской области. В течение дня он посетил ряд объектов, провел деловые встречи. В Димитровграде РАИС Республики осмотрел Научно-исследовательский институт атомных реакторов. Это крупнейший в Европе научный центр исследовательских работ в сфере ядерной технологии и атомной энергетики. Также РАИС осмотрел Центр медицинской радиологии и онкологии, который считается единственным комплексом замкнутого цикла. Новые метеоры оценили Рустам Миниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Они посетили Ульяновский речной порт, куда прибыло первое судно с туристами из Сатарстана. Как отметили, запуск регулярных маршрутов поможет активизировать контакты между регионами. На полях республики продолжается уборка урожая. Параллельно начался осев озимых культур и обработка почвы. Минисельхоз обратился к руководителям хозяйств не допускать перестоя хлеба, что в условиях засухи может привести к потере зерна. Рустам Миниханов поручил Минисельхозу и главам заняться этим вопросом вплотную, так как дефицит кормов может привести к снижению поголовья. 1 сентября такую задачу поставил Рустам Миниханов на республиканском совещании. Сейчас идет как строительство, так и ремонт образовательных учреждений. В этом году должны сдать 11 новых школ. В трех из них работы еще продолжаются. Мы продолжаем программу «Семь дней». Нехватка школ в бурно застраивающихся районах и падение среднего балла по физике и информатике. Загрузка учителей непрофильной деятельностью и перспективы внедрения цифровых технологий в систему учета в школе. Традиционный большой педсовет провели на этой неделе в Татарстане. Августовский педсовет под председательством Раиса Республики собрал представителей школ, вузов, руководителей районов, депутатов, чиновников самого высокого ранга. Что ждет школу в следующем учебном году? Из заявления министра образования страны Сергея Кравцова следует ждать новых учебных программ и единых учебников, в первую очередь по истории страны. Темой же совещания были заявлены ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели. Татьяна Тимошенко о школьных планах. У нас рассчитан корпус на 1200, мы обучились 2800. То есть это 2,5 раза больше, полные две смены. В этом году уже происходит разгрузка за счет того, что начальник школы остается, старший переходит, и в этом году мы будем обучаться даже в одну смену, получается, первый год. А последующий посмотрим уже, каким образом мы будем. Время покажет. Дома строятся, сдаются. Лицей «Перспектива» в одном из самых быстро растущих районов Казани был долгожданен уже на момент постройки, но очень скоро не смог вместить всех желающих. В этом году сдают второй корпус. Проект уникальный, быстро возводимый, дизайн как конструктор во многом придуман самими детьми от мини-амфитеатра до качеля и читального зала Беспарт. На Большом Педсовете в президиуме Раис Республики Рустам Миниханов и государственный советник Митимир Шаймиев проблему застройки и доступности школьного и дошкольного образования поднимают сразу два докладчика. Куяки стали именем почти нарицательным. Ведется интенсивное строительство жилых комплексов. В связи с этим хочу отдельно обозначить проблему несогласованности планирования строительства жилья и объектов образования в этих, а также в Высокогорском и Тукаевском районах, которые приводят к нехладке мест образовательных организаций. Мы вынуждены исправлять ситуацию в ревральном порядке, хотя ее можно было не допустить на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне. В этом году в Татарстане сдадут 11 новых школ, но их все равно не хватает. Необходимо 15-16. Проблемы пригорода выливаются в столицу. Вырастает нагрузка. 40% казанских школ работает в две смены. В городе появились школы, где уже 15 первых классов. Безусловно, они работают с колоссальной перегрузкой, что неблагоприятно отражается на образовательном процессе. Этот острый вопрос сегодня находится в фокусе внимания руководства республики, наших коллег из правительств, в республике. Я уверен, что, несмотря на всю сложную ситуацию, оптимальное решение по сбалансированному развитию казанской администрации будет найдено. Августовское совещание это, конечно, про перспективы. Министр просвещения Сергей Кравцов говорит о создании суверенной системы образования. Паломерно разрабатываются единые учебники по всем предметам. В соответствии с новым законом права на них принадлежат государству. До конца 25-го года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам. Во всех школах сейчас принимают учебники. В последние годы существовало несколько линеек учебников по истории, и к ним возникали вопросы и у учителей, и у родителей. Помятуя, что преподавание истории дело государственное, единые стандарты введут в этом году для старших классов в течение следующего и для средней школы. Но вот по истории еще будете ждать? Это доработанное издание есть еще, да, конечно, ждем. А какие изменения, может быть, в лечебных планах ждут в этом году? Ну, здесь в большей мере интересует вопрос о количестве уроков физической культуры. Если это было 3 часа федерального стандарта, то в этом году уже с первого класса по 2 часа. То есть изменения такие незначительные, но есть. А так в основном нет. На русский язык на изучение русского языка. Но учебные планы пока у нас не утверждены в работе на сегодняшний день. Пока работаем на эту тему. Тема совещания была заявлена как ключевые проблемы, нравственные ориентиры, качественные показатели. Что из этих трех пунктов педагоги определяют как приоритет? Все три аспекта звучат очень актуально. Одно без другого не может быть. Здесь все в логистике, в тематике. Ну, наверное, если прямо отвечать на ваш вопрос, нравственные ориентиры, они, наверное, сегодня являются приоритетными, так как от нравственности зависят все дальнейшие успехи, достижения, продвижения, развития ребенка, ну и педагога, конечно, в общем. Я считаю, что это очень важно, потому что сегодня мы все знаем, слышим, что очень большая нагрузка на психологах, да, школы, появляются разные проблемы, разные истории с подростками. Конечно же, нравственные ориентиры. То есть в нашей стране всегда, скажем, понятие семьи чрезвычайно было важное. А для меня лично важно, что мы поддерживаем интеллектуально увлеченных. Нельзя путать с одаренными детьми. Одаренных у нас там 2%, а увлеченным, может быть, практически каждый ребенок. И вот мы с каждым ребенком раз в неделю говорим о самых главных вопросах, которые он ставит. В присутствии некоторых родителей, некоторых учителей, людей, имеющих разные точки зрения. Качество образования. Татарстан по количеству олимпиадников занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, но при итоговой аттестации обнаружились проблемы. 10% тех, кто претендовал на медали, это более 200 человек, не смогли подтвердить свои знания. В зоне нашего внимания находятся результаты государственной аттестации и субборщик, претендовавших на награждение медалей за особые русские учения. К сожалению, в ряде района более третий с ней не смогли набрать 70 баллов по предмету по выгоду. Это тревожный сигнал, уважаемые коллеги. Тревующий всякий анализ. Наблюдается и снижение общего балла по физике, информатике и обществознанию. Впрочем, и в этих показателях в республике балл выше, чем в среднем по стране. По химии, биологии и литературе средний балл повысился. 9 ребят и вовсе заработали 200 баллов по двум предметам. У меня 200 баллов по химии и биологии. Я выступила в казанском медицинском университете и учене этого рада. На встрече со вчерашними школьниками лучшими из лучших звучат вопросы о выборе пути. И о молодежной политике. А ты должен помнить своих коржей, помнить твоих природ, помнить ту землю, где ты выросла. Из того, что ждет уже учителей. Бурные аплодисменты, заявления о снижении бюрократической нагрузки и тут же перспективы на переход к цифровой экосистеме, по примеру, Москвы. Но все же главным фактором в школе остается личность учителя. Награды за заслуги перед республикой и доблестный труд получает учителя технологии, родного языка, музыки, и информатики. И, конечно же, статус, авторитет учителя это очень важно. Вот для нашей конкурса лучший учитель также надо обратить внимание на проф. Для профессиональных наших ресурсных центров. Также нельзя забывать о преподавателях наших вузов. А с настроением то каким входите в новую учебную? Замечательно. Новое здание, новая литература. Молодых специалистов у нас 27 человек, наверное, наибольшее количество. Вот в этом году только мы взяли. В течение учебного года, конечно, будет работа над ошибками и поиск решений задач, но что точно ясно, по учебному плану 1 сентября все школы распахнут свои двери в новый учебный год. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. В год столетия спортивного общества «Динамо» татарстанские спортсмены показывают отличные результаты. 32 медали, в том числе 11 золотых, завоевали представители стендовой стрельбы. 17 медалей, в том числе 9 золотых, завоевали представители пулевой стрельбы по итогам почти завершившегося сезона. Стрелки Республики Татарстан поднимались на пьедестал почета как на российской, так и международной арене. На этой неделе чемпионов честовали в Казанском Кремле. Анна Беляева пришла в стендовую стрельбу в 14 лет. Порекомендовал папа, охотник и рыболов. Сейчас ей 21, она мастер спорта и неоднократный победитель российских и международных соревнований. Это один из немногих видов спорта, где необходимо подключать не только свои силовые качества, но и включать голову, потому что мишени летят непредсказуемо. Юношеское увлечение стало профессией, теперь сама может обучать стрельбе новичков. Я вот в этом году защитила диплом в аквариата по направлению спортивный менеджмент и в будущем планирую, точнее я уже поступила в магистратуру, но еще хотела бы попробовать себя в качестве тренера, тренерскую деятельность. Вот сейчас буду сентября набирать детишек. Дай! Артем, вот чтобы победить, что нужно, что главное для этого? Нужно много работать, тренироваться, постоянно работать и быть готовыми к стартам. Правда, сейчас международный старт у нас закрыт, но мы надеемся, что скоро международная арена будет открыта и мы будем наступать и выигрывать. Артем Глотов в этом году завоевал серебро чемпионата России. Сборная страны выступает 4 года. Стендовый стрельбе ценит красоту. Красота, виды спорта, виды, работа в целом. У нас прекрасные специалисты, тренерский состав. Мастер спорта России по стендовой стрельбе. Серебряный призер чемпионата России, серебряный призер первенства Европы Глотов Артем Петрович. На путьстве и поздравления от руководителя администрации РАИС Республики звучали чемпионом не самого простого вида спорта. Наши представители стендовой стрельбы завоевали 32 медали, в том числе один из золотых. Это, конечно, показатель отличной работы всех тренеров, коллектива. Отдельные слова благодарности, конечно же, тем, кто этот спорт поддерживает, прежде всего РАИСу, президенту нашей республики Руслану Григорьевичу Миниханову, который всегда по любому нашему обращению и патроны, и возможности, и условия. У каждого на груди множество медалей, и это только сезон 2023 года. Чувствовать себя победителями уже привыкли, а награждения каждый раз момент волнительный. Благодарность выходит администрации РАИСа республики Татарстан объявлена мастером спорта России международного класса по стенд в стрельбе подышенной в Зеле Радиковне. Вообще была случайная история. У меня начала подруга заниматься этим видом спорта, и она говорит, Зиль, поехали, мне одной скучно, там только мальчики, поехали со мной. Говорю, ну ладно, что с тобой, поехали, и все, и закрутилась, завертелась, и любовь теперь к этому виду спорта навсегда в моем сердечке. Каждый старт, он очень важен, и плюс, ну я еще раз сказал, финансирование, несмотря ни на что, все-таки было, и учебно-тренировочный процесс, он как бы не заглох. Результат моей работы, ну просто приятно, захотел, как бы поставил задачу, пришел к ней, и это интересно. Победу я посвятил маме, мама у меня тренер, благодарен родителям. И здесь в своей династии Сергей Демин, сын легендарного стрелка Светланы Деминой, многократной чемпионки мира, Европы, Советского Союза, России, серебряного призера Олимпиады 2000 года в Сиднее. Сергей 12 лет занимался хоккеем, но родители все же перетянули его, можно сказать, в семейный спорт. Мне пока еще далековато, конечно, до мамули, но как бы есть к чему стремиться, да, на мой ориентир. У меня большие надежды у нас с папой на него. Мы надеемся, все-таки нас когда-нибудь к Олимпиаде допустят. То есть потенциал у нас большой. И даже не только у него, вообще в Татарстане у ребят очень большой потенциал. Он достаточно поздно пришел в стендовый стильбу, в 16 лет, но очень быстро догнал своих сверстников, вошел в сборную команду России. Его успехы этого года очень хорошие. Конечно, он пользуется всеми нашими секретами, и мы не будем скрывать. Знать эти секреты и применять их на деле, это тоже дорогого стоит, у него получается. На следующий день после награждения в Кремле спортсмены уже снова на тренировках. Еще осталось пара соревнований, но главная цель победы в следующих сезонах. И каждый год у нас на большом уровне проходит чемпионат России. Это у нас как личный праздник всегда. Анна Железина в этом спорте оказалась говорить случайно. Мальчишки на улице позвали. Пришла из любопытства и осталась. Мне тренер сказал, попробуй тоже. И так получилось, что я попала больше, чем мальчики. И так он меня оставил у себя. Привлекает больше, наверное, адреналин при выстреле, разбитая мишень и команда, в которую я стреляла, супер помогала. И тренера, конечно, поддержка тренеров. Серебряный призер чемпионата России. Победитель бронзовый призер первых игр стран СНГ Железина Анна Сергеевна. И дальше будут награды, дальше будут медали, дальше будут почет. Пока еще вы молодые, пока у вас есть желание, давайте прославляйте свой род, свою фамилию. От лица всех, ребята, от нас всех хотим поблагодарить вас, Анатолий Ахмедович, за помощь, конечно, за руководство республики и небольшие сувениры. Спасибо большое. И мне награда осталась. Мы можем только благодарить, что у нас такой председатель попечительства совета. Мы его особо не тревожим, каждый день не ходим с просьбами. Мы, если уж просим, нам помогает. Мишень у нас будет лететь сейчас с верхней будки. Вот она вылетает. Вид спорта, в котором, впрочем, как и в любом, чем раньше начнешь, тем быстрее дойдешь до медалей. Но возраст здесь не помеха. Блестит аж ствол. Фу-фу-фу-фу. Вчера очистила как раз. Почти. Кстати, близко очень было. Зуфар Довлешин, Андрей Ключников. Семь дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Боргзгада и изгэта ляклер. Бергэ булык, бердэм булык. Встретимся через неделю. До свидания. Уходящие дни лета будут прохладными и дождливыми. По данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке в понедельник и вторник будет малооблачно без осадков. Ночью до 12 тепла, днем плюс 23. К среде температура значительно понизится, ночью и утром пройдут дожди местами сильные. С четверга по воскресенье преимущественно ожидаются осадки и прохлада. На юго-востоке Татарстана погода будет неустойчива. В понедельник малооблачно и сухо. Во вторник и среду пройдут дожди. С четверга осадков не ожидается, температура понизится до 15 градусов. В центре республики в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Вторник прогнозируется самым теплым за всю неделю. Ночью 15, днем 24 градуса. Со среды и до конца недели пройдут дожди местами сильные. Днем похолодают до 17 тепла. На юго-западе в понедельник переменная облачность без осадков. Во вторник и среду пройдут дожди разной интенсивности. Со среды осадки прекращаются, а температура начнет понижаться. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя начнется с малооблачной погодой без осадков. Во вторник вечер ожидается дожди, ночью 13, днем 23 тепла. В среду осадки прекратятся, но весер усилится. В пятницу без существенных изменений. В выходные ожидаются дожди разной интенсивности, ночью до 11, тепла днем плюс 19. Увы, лето подходит к концу, но впереди не менее красивое время года. Всего вам доброго и до свидания! Редактор субтитров Корректор А.Егорова